Отложить. Давайте настроимся. Так, и сейчас мы с вами начнем нашу совместную работу. Тема занятия, которую мы сегодня рассматриваем с вами, уважаемые коллеги, называется «Авторская технология урегулирования споров при помощи сделок». Почему мы назвали это именно технологией? Это больше, чем медиация. Это набор техник, которые позволяют урегулировать конфликт в коммерческой сфере. Вот эта технология хорошо применима в коммерческих спорах. Там, где эмоции можно отделить от самих людей. Давайте вспомним, что иногда это на практике невозможно. Вот, например, Валерий у нас подготовил список вопросов по семейным конфликтам. В семейных конфликтах, как правило, очень велика доля эмоций. Люди неотделимы от их проблем. Верно? Это очень сложно. Но то, что касается коммерческих споров, то в этом случае будет это хозяйственный суд или экономический суд, как принято в Республике Казахстан. Между прочим, у нас Куралай сейчас это гражданин Республики Казахстан. И то, что мы рассказываем, оно не ориентировано на юриста в чистом виде. Оно больше направлено на общее положение права в целом. Что это право казахстанское, что украинское, белорусское. Эти традиции действуют во многих правовых системах. И поэтому технология, которая предусматривает, которую мы сегодня с вами рассмотрим, она просто собирает вместе те знания, которые несколько раздрознены на сегодня. Так, я попробую еще раз Савушкина Максима пригласить. Он очень хотел участвовать сегодня. Вижу, Максим Савушкин. Приглашаю. Давайте вспомним, что наряду с медиацией, медиатор может оказывать и другие, и услуги, которые не противоречат природе медиации. Можно в режиме вопрос-ответ или дискуссии. Ольга Валерьевна, как Вы считаете, что не противоречит по смыслу деятельности медиатора? Консультации на теле психологии, я думаю, юридические консультации, финансовые консультации, может оказывать медиатор. А представительство интереса в суде? Представительство интереса в суде. Хорошо. А если разделить роли? Дело в том, что медиатор не может даже консультировать сами стороны спора, потому что в этом случае он теряет свою нейтральность. Я понимаю, дать рекомендации относительно оформления медиативного соглашения. Помните, когда у нас заканчивается сессия медиации, мы подписываем медиативное соглашение. Формальности, которые связаны с его утверждением, готовый бланк и так далее. Это тоже в какой-то степени консультация, но оно не противоречит природе медиации. Медиатор, я думаю, не может оказывать такую услугу, которая способна повлиять на баланс интересов по отношению к сторонам. Ну вот, предположим, Валерий и Ольга. Вы оппоненты, и вы горячо спорите по коммерческому спору, а я оказываю бухгалтерские услуги как организация для Ольги. То в этом случае могут повлиять наш договор с вами на мою нейтральность. Как вы думаете? Ну, просто в аудитории давайте обмениваться свободно. Может быть, может быть, может быть.